Продолжение следует... Выдающихся ученых, чье имя тесно связано с Московским Педагогическим Государственным Университетом, является Сергей Алексеевич Чеплыгин, 150-летие которого мы ответили в 2019 году. Сергей Алексеевич Чеплыгин – выдающийся ученый, один из основоположников современной аэродинамики. Сергей Алексеевич Чеплыгин внес выдающийся вклад в развитие современной аэромеханики, гидродинамики, аэродинамики и огромный вклад в развитие теоретических разделов физики и математики. Он был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами Ленина, и ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда, а также заслуженного деятеля науки Российской Федерации. Окончив в 1886 году гимназию, Сергей Алексеевич в том же году поступил в математическое отделение физико-математического факультета Московского императорского университета, то есть сейчас это Московский государственный университет имени Ломоносова, который успешно закончен и был оставлен в университете для выполнения научной работы, а также для преподавания среди студентов. Надо отметить, что его карьера была исключительно успешной. Тема его научного исследования была выбрана под влиянием его учителя Жуковского и относилась к изучению движения твердых тел в жидкости. В своей работе Сергей Алексеевич Чаплыгин дал геометрическую интерпретацию законов движения твердых тел в жидкости и привел механическую модель, описывающую движение твердого тела в жидкости. Здесь, видимо, сказалось влияние его учителя Жуковского, для которого всегда характерным являлось создание ярких геометрических представлений в области механики. На протяжении своей длительной научной карьеры Сергей Алексеевич активно занимался вопросами аэродинамики. И основным его достижением стало то, что работы Чаплыгина и Жуковского окончательно утвердили принципы аэродинамики и легли в основу ее дальнейшего развития. В каком-то плане работы Чаплыгина стали теоретической основой проектирования летательных аппаратов не только в России, но и в мире. Чаплыгин разработал принцип схода струй с острой кромки крыла к определению течения целого ряда конкретных профилей, что являлось практическим значением его теоретических исследований. Другими словами, еще раз, на основе его подходов были сконструированы крылья, которыми пользуются до сих пор современные самолеты. Вскоре после фундаментальной работы по теории крыла Чаплыгин выступил на заседании научно-технического комитета Московского общества воздухоплавания с докладом «Результаты теоретических исследований о движении аэропланов», который в ясной общедоступной форме изложил путь, приведший к созданию теории крыла, очертив идеи этой новой теории и полученные результаты. Несколько слов о математических работах Чаплыгина, которые в основном относятся к теории дифференциальных уравнений и представлены в труде «Новый метод приближенного интегрирования дифференциальных уравнений». Опять же, в этой работе видно, что большое значение он предавал практическим приложениям теоретических исследований. Свою педагогическую деятельность Сергей Алексеевич Чаплыгин начал в 1893 году в преподавании физики в Женском Екатерининском институте. Затем преподавал математику и механику в различных учебных заведениях Москвы. В 1905 году проявился еще один талант Чаплыгина – организаторский. Он был избран директором высших женских курсов, созданных Герье в 1872 году и давших женщинам доступ к высшему образованию. Как мы все знаем, в своей истоке Московский педагогический государственный университет относит именно к этим женским курсам, высшим женским курсам. Заметим, что в то время по уставу женщины не допускались поступления в университет. Сергей Алексеевич Чаплыгин добился расширения курсов и строительства новых зданий курсов на Девичьем поле в Москве. Были открыты новые факультеты – медицинские, химико-фармацевтические. Чаплыгин заведовал курсами до 1918 года, когда они были объединены с Московским государственным университетом. Под его руководством высшие женские курсы выросли крупные высшие учебные заведения, в состав которого входили факультеты по всем основным отраслям знаний того времени. Оборудованные большим числом хороших лабораторий, к преподаванию были привлечены крупнейшие научные силы Российской империи. Именно Чаплыгин, используя свою авторитет и настойчивость, добился у Московской городской думы постановления об отводе земельного участка под строительство собственных знаний курсов на Девичьем поле. И в 1913 году был построен аудиторский корпус Московских высших женских курсов, который спроектировал академик архитектуры Сергей Стенович Соловьев. Уникальную стеклянную крышу этого здания спроектировал всемирно известный архитектор Василий Григорьевич Шухов. Построен аудиторский корпус до сих пор служит главным корпусом Московского педагогического государственного университета. Он входит в единый реестр объектов культурного наследия. В 1911 году в связи с разразившимся конфликтом между Московским университетом и министром народного просвещения Московский университет покинула большая группа преподавателей, большинство из которых приступили к работе в московских высших женских курсах. Это позволило стать не только крупным учебным заведением, но и ведущим научным заведением, одним из ведущих научных учебных заведений России. В 1918 году Московские высшие женские курсы были преобразованы во второй государственный университет. И это следующий шаг истории нашего родного университета. В 1918 году к моменту объединения курсы насчитывали 8500 учащихся и по численности уступали только Московскому университету. За период с 1900 по 1913 число курсисток увеличилось с 2023 до 7150 человек. Значит, Московские высшие женские курсы стали одним из крупнейших вузов Российской империи. Завершая свое выступление, хочу отметить, что после кончины Жуковского в 1921 году Чаплыгин возглавил Центральный аэрогидродинамический институт ЦАГИ и в этом же году стал председателем коллегии ЦАГИ, а позже начальником ЦАГИ. Под его руководством институт вырос крупнейший институт, где наряду с развитием авиационной науки и строительством первых самолетов были созданы крупные научные центры. Удивляет разнообразие деятельности Чаплыгина от руководящей работы по созданию отечественной авиации до руководства высшими учебными заведениями и участия в работе по созданию таких сооружений, как, например, Днепрострой. Нужно отметить, что мы всегда должны помнить историю нашего университета и всегда помнить о тех людях, благодаря которым университет стал тем, чем он является сегодня ведущим учебным заведением Российской Федерации. Спасибо, дорогие коллеги, за внимание. И я надеюсь, что мой рассказ о Чаплыгине привлечет ваше внимание, и вы прочитаете еще дополнительно о его многообразной научной и общественной деятельности. Спасибо, коллеги, за внимание. Жизненный путь Сергея Алексеевича Чаплыгина можно определить одним предложением – через тернии к звездам. Родившийся в российской глубинке Сережа Чаплыгин прошел путь от гимназиста до ученого с мировым именем. Он первый герой социалистического труда среди советских ученых. Весь Чаплыгина в науке, в механике, авиационной отрасли – это примерно то же, что Менделеев в химии, а Эйнштейн в физике. Чаплыгин на десятилетия опередил развитие мировой авиации, и уже на заре XX века он выдвинул и основал многие теории, которые стали актуальными уже в эпоху реактивной авиации. Более того, его ученики, ставшие последствиями академиками – Келдыш, Христианович, Лаврентьев – своими расчетами проложили дорогу в космос, сковали ракетно-ядерный щит нашей отчизны. Жизнедеятельность Сергея Алексеевича Чаплыгина неразрывно связана с нашим университетом. В 1905 году Сергей Алексеевич Чаплыгин был избран директором московских высших женских курсов и занимал этот пост до 1918 года, а затем он был первым избранным ректором Второго Московского государственного университета. Сергей Алексеевич Чаплыгин, как выдающийся организатор педагогического образования в России, сумел превратить московские высшие женские курсы в одно из лучших учебных заведений России. И, конечно, мы особо отмечаем кипучую энергию Чаплыгина, его инициативу, проявленные при возведении чудесного здания аудиторного корпуса МВЖК, в библиотеке которого мы сейчас с вами находимся. В университете бережно хранится память о Сергее Алексеевичу Чаплыгине. В 2019 году в честь 150-летия со дня его рождения была открыта именная аудитория. Действие Чаплыгина отражена в экспозиции музея МПГУ. Каждый год, 5 апреля, мы встречаемся с его последователями в науке, посещаем Центральный аэрогидродинамический институт, музей-квартиру Чаплыгина, а на чистых прудах возлагаем цветы к его памятнику. Имя Сергея Алексеевича Чаплыгина навсегда золотыми буквами вписано в историю нашего университета. Предлагаем вам познакомиться с трудами Сергея Алексеевича Чаплыгина, которые хранятся в фонде библиотеки МПГУ. Издания, доступные в электронно-библиотечной системе МПГУ, сопровождаются QR-кодом для перехода к электронной версии. В работе о некоторых случаях движения твердого тела в жидкости Чаплыгин дал геометрическую интерпретацию законов движения твердых тел в жидкости, найденных в аналитических исследованиях ряда ученых, и привел механическую модель, описывающую движение твердого тела в жидкости. Здесь сказалось влияние Жуковского, характерной чертой которого являлось создание ярких геометрических представлений в области механики. Чаплыгин нашел ряд новых случаев движения твердого тела с неподвижной точкой и дал приложение этих результатов в статье «Новое частное решение задачи о вращении твердого тела», подпертого в одной точке. Первая работа Чаплыгина по теории крыла о давлении плоскопараллельного потока на преграждающие тела была опубликована в 1910 году. Экземпляр первой работы с автографом автора хранится в отделе редкой книги библиотеки МПГУ. На титульном листе «Пособие механика. Элементарная статика» указано, что издание создано специально для математического кружка служительниц МВЖК. Книга являлась примером краткого и доступного изложения материала. «Пособие про педагогический курс механики и механика системы» были выпущены Сергеем Алексеевичем в тот период, когда он руководил МВЖК и читал обзорный курс по механике для курсисток. В советское время неоднократно переиздавались. Математические исследования Чаплыгина по теории дифференциальных уравнений представлены в труде «Новый метод приближенного интегрирования дифференциальных уравнений». Данные исследования принадлежат крупным достижениям математической мысли. Приближенное интегрирование дифференциальных уравнений есть один из основных вопросов технической математики, а потому всякий шаг в этой области, если он дает сколько-нибудь новое освещение процесса, представляет интерес. Вот почему я считал правильным собрать воедино свои работы по этому вопросу, частью помещенные в виде журнальных статей в периодической печати, частью изданные в виде отдельных брошюр. Все эти издания стали библиографической редкостью, а между тем, по моему мнению, в намеченном мною направлении работу следовало бы продолжить. В данной работе Чеплыгин математически разработал вопрос о теории смазочного слоя, чем внес большой вклад в разработку теории трения и смазки в машинах. «Движение твердого тела вокруг неподвижной точки» – сборник статей под редакцией Чеплыгина, посвященной памяти Софьи Ковалевской. Представлен ряд работ, относящихся к задаче о движении твердого тела. Собрание сочинений Сергея Алексеевича Чеплыгина является одновременно и научным изданием, и историческим раритетом. По данным сочинениям можно проследить не только этапы решения фундаментальных задач в области движения твердого тела по поверхности, теории гироскопов, теории турбин, механики жидкости и газа, но и продемонстрировать изменения математической терминологии, правил написания формул и обозначений общеизвестных математических величин и операторов. Это, безусловно, является очень интересным с исторической точки зрения и одновременно формирует у читателя некоторое понимание в последовательности развития мысли выдающихся ученых и истории продвижения тех или иных теорий. Сборник содержит основные работы Чеплыгина по теории крыла. Большая часть этих работ давно прочно вошла в практику как основа теории крыла. Однако с течением времени в работах Сергея Алексеевича Чеплыгина открываются все новые возможности, связанные с новыми запросами практики. Среди работ Сергея Алексеевича Чеплыгина, посвященных механике неизменяемых систем, особое место занимают его исследования по динамике негалономных систем, содержащие начало общей теории движения этих систем и решение ряда задач о качении твердых тел. Работа Сергея Алексеевича Чеплыгина о газовых струях составила основу газовой динамики как самостоятельной отрасли науки. Однако эта работа оставалась малоизученной в течение более 30 лет, примерно до 1934-1935 годов. Хотя в работах самого Сергея Алексеевича часто можно найти ссылки на это исследование. С 1934-1935 года те или иные стороны этой работы стали получать дальнейшее обобщение и развитие. Но только, пожалуй, в самые последние годы в полной очевидности стало ясным огромное значение этого исследования. Живой интерес широких кругов ученых к работе Чеплыгина связан с тем, что скорости самолетов стали быстро приближаться к скорости звука, и в авиации на смену аэродинамики пришла газовая динамика. Однотомное собрание сочинений Сергея Алексеевича Чеплыгина содержит его основные работы по аэродинамике, теоретической механике и математике. В последних записях Сергея Алексеевича Чеплыгина найдены слова, отражающие его несгибаемый патриотичный дух. Пока есть еще силы, надо бороться. Надо работать. С перечнем работ Сергея Алексеевича Чеплыгина, хранящихся в библиотеке МПГУ, можно ознакомиться в электронном каталоге МПГУ. Представленные здания доступны для работы в отделах библиотеки МПГУ.